Мы рады приветствовать наших спикеров, уважаемых. Это Николай Коженевский, экономист, аналитик, ведущий одной из популярных экономических программ. Также он является преподавателем Высшей школы экономики. Второй наш спикер, второй из гряд, который Вы сегодня услышите, это главный аналитик управляющей компании БКС Сергей Суверов. Кандидат экономических наук и те идеи, которые, большинство тех идей, которые реализует управляющая компания БКС, принадлежат ему. Сегодня мы недаром выбрали двух спикеров. Мы хотели бы посмотреть, мы хотели бы, чтобы Вы посмотрели, что происходит на финансовых рынках, что ожидать в ближайшее время, в 2018 году, что может быть ожидать от выборов, что можно ожидать в ближайшее время. Поэтому будут два взгляда. Взгляд аналитика трейдера и взгляд профессионального аналитика управляющей компании БКС. Нужно, по крайней мере, три аспекта выделить и три темы сегодня хоть как-то успеть обсудить. Первая – это все-таки глобальная экономика. И под глобальной экономикой, в первую очередь, экономика Соединенных Штатов. Хотя, конечно, многие ее последовательно хоронят, предрекают ей серьезные проблемы. Такая же история и с долларом. Но все-таки это по-прежнему законодатель макроэкономических мод. И без американской экономики представить себе, что происходит в мировой, проанализировать ее невозможно. Второй момент – это риски. Надо понять, что будет происходить именно в части угроз для экономического роста и для экономики. Ну и, конечно, третий аспект – это наши внутренние российские истории. Безусловно, без них мы никуда не денемся. Итак, мировая экономика и экономика Соединенных Штатов. Первое, что можно сказать. Мы сейчас по-прежнему находимся в цикле роста. Это касается глобальной экономики и США. Цикл роста уже такой достаточно длинный. И мировая экономика растет с разными поправками. Например, с 2008-2009 года кто-то переживал кризис в острове восьмом, кто-то в девятом, как Россия. Но так или иначе, вот с тех пор это было дно последнего экономического цикла, и после него началось восстановление. В Соединенных Штатах это уже третье по протяженности восстановления, то есть третье, так сказать, по длине своей после Второй мировой войны. Это уже затянувшиеся восстановления, поэтому многие, опираясь хотя бы на какой-то календарный фактор, говорят, что все, восстановление идет слишком долго, можно уже начинать готовиться к рецессии, к каким-то проблемам. Действительно, потихоньку какие-то ревожные признаки начинают появляться, но все-таки для рецессии пока еще очень рано. Первое, все же нет никакого инфляционного давления, в первую очередь, на рынке труда. Второе, если мы посмотрим на ВВП американские, он все-таки выглядит как ВВП еще не экономики, которая уже там вот-вот готова к рецессии. Мало покупок недвижимости, мало потребительских расходов. Ну, есть там такие определенные специфические штуки, да, они экономистам рассказывают о том, на каком этапе цикла мы находимся. Так вот, мы где-то, конечно, уже на позднем таком этапе, но на двух третях, что ли, от одной рецессии к другой рецессии. И пока еще растет денежное предложение, это чисто монетарный аспект, это, наверное, главный риск, но пока мы имеем поддержку и с этой стороны, так что и реальный сектор чувствует себя неплохо, там есть куда расти, в первую очередь, за счет инвестиций. И финансовый сектор пока никому не мешает. Федвизер ставки повысил не слишком далеко, никаких проблем с кредитованием нет, и это пока в целом поддерживающие условия. Вообще, честно говоря, последние два квартала, они многих удивляют. Мировая экономика, в принципе, показывает лучшие темпы роста за последние лет, так, ну, точно, восемь. Это синхронный рост, мы этого тоже очень давно не видели, растут все. И Соединенные Штаты, и Европа, Япония, Китай, Китай, я напомню, в первой половине года чувствовал себя существенно лучше, чем все аналитики предрекали и предписывали ему. Ну и Россия. У нас тоже более-менее какое-то ощутимое восстановление началось как раз в этом году, и оно во многом связано с тем, что в мировой экономике все хорошо. И да, мы к России вернемся, но мы очень как раз ощущаем эти позитивные эффекты внешнего спроса. Тем не менее, я вот не могу говорить, что мы уже на том этапе, то есть то, что мы еще на том этапе, когда инвестировать было бы безопасно, и можно было бы покупать все, что угодно. Но все-таки с точки зрения финансовых показателей, корпоративный сектор-то уже практически, так сказать, подходит к исчерпанию своих свободных мощностей. То есть да, есть еще куда инвестировать, да, инвестиционный цикл начался, но кредитная нагрузка в тех же Соединенных Штатах в первую очередь уже потихоньку начинает вызывать вопросы. Кстати, если вы последите за прессой, опять же, процессы сейчас везде очень похожи, и в России тоже начинают задаваться вопросами, а не будет ли пузырят, а, или вся, вот как раз именно в финансовой части. Поэтому, вот, возвращусь к этому еще несколько раз, но в сухом остатке мы действительно уже где-то приближаемся к позднему этапу экономического цикла, но все еще испытываем поддержку. Нету тех факторов, которые бы погрузили экономику в рецессии, или какие-то серьезные риски, которые спровоцировали вот негативные потрясения, прямо вот на обозримом будущем. Один из моментов, я его вот все время отмечаю, он несколько такой очень сухоэкономический, но он очень важен, его нужно понимать. Вот где-то с 13-го года и до победы Трампа на американских президентских выборах все-таки рынки сами постепенно начинали настраиваться на рецессию. А после того, как в Америке сменился президент и сменилась повестка политическая, все-таки рыночные ожидания тоже поменялись, это тоже очень важно. Да, Дональду Трампу пока не удается толком провести в жизни одну из обещанных реформ, вот чуть-чуть он вроде бы что-то начал делать со здравоохранением, но повестка поменялась. Налоговую реформу ожидают в том или ином виде, раньше или позже. И это, конечно, тоже дает дополнительный запал. Если в Соединенных Штатах вдруг изменится налоговый режим и будет стимулирующая фискальная политика, конечно, это позволит продлить этот цикл экономический еще на несколько лет. На практике, на практике это для нас означает очень, ну, на самом деле, двояркую вещь. С одной стороны, позитивную, с другой стороны, малоприятную. На практике мы имеем следующее. Все понимают, что экономика неплохо растет. Все осознают, что сиюминутных рисков особенных нет. Ну, по крайней мере, это консенсус, такое мнение. В результате, когда вы приходите в банк и пытаетесь положить деньги на депозит, вам говорят, да, хорошо, пожалуйста, вот если вы хотите положить доллары, мы дадим вам, ну, там, я знаю, процент годовых. И вы понимаете, что это как-то мало. И процент годовых, класть деньги не очень хочется. Но в ситуации, когда ставки, в принципе, еще низкие, экономический рост нормальный, вам никто платить никакую премию за инвестиции, по крайней мере, в безопасные инструменты не собирается. И в этой части ситуация очень похожа, опять же, на поздний этап экономического цикла, когда в последний раз мы видели такое в 2004-2005 году. Еще несколько лет никакой особенной премии вам давать за ваши деньги никто не хотел. Была определенная стоимость денег, ее фактически задают центральные банки. Дальше, к сожалению, вы приходите, и вам предъявляют вот этот относительно низкий ценник. Это практическое следствие вот этого хорошего равновесия, да, позитивные макроэкономические условия означают, что безрисковые активы будут давать вам маленькую доходность. Ну, или эта доходность, конечно, подрастет, когда этот резерв ставки повысит. Но, увы, она не будет какой-то там феноменальной. Та же самая история в рублях, на самом деле. У нас низкая инфляция, мы в этом тоже похожи на глобальную экономику. У нас нормальные более-менее по меркам последних лет темпы роста. И результат. Банковская система, на самом деле, в ваших рублях особенно не нуждается. И вы точно так же, когда приходите в банк и предлагаете им свои средства, они говорят, ну, хорошо, вот там под, не знаю, 5-6-7 годовых мы возьмем, в зависимости от размера банка. А более высокие ставки тоже явно премия за риск нашей банковской системы. Чуть более, может быть, научная такая сложная интерпретация того, что я сейчас говорю, но тоже, в принципе, наглядно. Вот это вот график, который аналитики Deutsche Bank построили. Это достаточно большая работа. Они проанализировали финансовые данные за более чем 200 лет. Это график оцененности рынков с 1800 года. Сколько оцененность? Это то, сколько вы получаете отдачи на ваши инвестиции. Вот вы положили доллар, сколько вы получаете. Так вот и в акциях, и тем более в опубликациях вы платите очень дорого сейчас. За каждый дополнительный доллар. Второе практическое следствие, оно вот как раз отсюда и исходит. Очень избирательно и очень аккуратно надо инвестировать. Просто купить рынок и надеяться на то, что все вырастет, конечно, уже слишком поздно. И, конечно, ну, мягко говоря, так, безрассудно, что ли. Все дорого. И акции дороги, и облигации. Везде нужно искать какие-то очень понятные, четкие, отдельные идеи. И понимать, зачем вы держите тот или иной класс активов. Потому что риски, конечно, постепенно, с точки зрения оценки, накапливаются. И вот тот риск, о котором надо говорить в первую очередь, это как раз финансовая часть. Центральные банки тоже понимают, что с экономикой все в порядке. Что потихоньку, ну, они надеются, будет расти инфляция. И нужно действовать упреждающе, нужно постепенно убирать поддержку, а поддержка гигантская. Вот мировая экономика растет, примерно, там, с 2009 года. И посмотрите на баланс крупнейших центральных банков с того же 2009 года. В начале 2008 года было 6,5 триллионов долларов на балансе Федрезерва, ЕЦБ, Банк Японии и Народного банка Китая. Сейчас за 20 уже. Вот это цифра 19,3, это августовская. С учетом всего допечатанного, мы приближаемся к 20. Ну и там изменение курса доллара, он припал за это время. А здесь пересчитано все в доллары. Это феноменальная подкачка ликвидностью. И очевидно, что когда экономика уже растет нормально сама по себе, вот этой подкачки больше не нужно. Это на самом деле первый риск, о котором нужно говорить на горизонте следующих, ну, наверное, двух-трех лет. А может быть даже меньше, может быть даже и одного года. Вряд ли меньше. Вот где-то у меня здесь был, нет, пропал слайд. Дело в том, что мы с вами с этого года, вот принципиальные изменения, с которыми мы войдем в следующий год и дальше будем жить, это постепенное сворачивание баланса Федрезерва. Вот Европейский Центральный Банк пока еще печатает, Народный Банк пока еще печатает, а вот Федрезерв приступил к постепенному уменьшению объема долларов в обращении. Мы уже первые странные такие побочные эффекты этого видим. Ну, например, рост доллара к валютам, развивающихся стран, рост доллара к нефтяным валютам, даже несмотря на рост цен на нефть. Да, там локальные недостатки доллара образуются где-то, и вот этот странный нехарактерный эффект мы на рынках наблюдаем. Это, конечно, пока эффект неустойчивый, он там с сезонностью, в частности связан с тем и с другим, но вот эти аномалии, они постепенно будут появляться. А потом, конечно, когда-нибудь, когда действительно Федрезерв перейдет к серьезному сокращению баланса, тогда уже встанет вопрос о том, а не пора ли рынкам переоцениться. И вот из этой ситуации, когда ставки очень низкие и акции котируются очень высоко, не пора ли немножко упасть всем. Когда это может произойти? Ну вот я говорю о горизонте одного-двух лет неспроста. Федрезерв выйдет на полную, так сказать, скорость сокращения баланса к концу следующего года. Сейчас они сокращают баланс на 10 миллиардов долларов в месяц. С первого квартала следующего года это будет 20, 30, 40 и так далее. И уже анонсировано, что до 50 шаг доведут. Волатильности на рынках вообще привычной, нормальной нет. Если кто-нибудь помнит, ну даже какой-нибудь 11, 12, 13 год, но хотя бы случались коррекции, хотя бы там продавали те или иные классы активов, акций, облигаций, можно было войти как-то подешевле, но что-то делать. Сейчас, если мы посмотрим на американский рынок, он вообще растет без перерыва. Он не падал на 3% уже год. Вот. Такое было в истории один раз вообще всего за всю историю американского рынка. Это там, ну, хороших, качественных наблюдений, как минимум лет 120. Поэтому то, что вот уход ликвидности потихоньку, конечно, спровоцирует волатильность, это без спорта. Это еще один аргумент, почему нужно очень аккуратно относиться к инвестированию, консультироваться, да, там, с экспертами и четко понимать, куда вы несете деньги. Потому что вот эта волатильность, она вас психологически, по крайней мере, точно будет раздражать. Далее, помимо вот этого понятного риска, более-менее предсказуемого и, по крайней мере, более-менее контролируемого, риска сжатия баланса, есть еще три вещи, которые я бы выделил. Первое, это долговые проблемы Китая. Второе, это те изменения, которые в последние годы начались и будут еще долго происходить на рынках ресурсов, в первую очередь на рынке нефти. И третий момент, ну, я бы назвал ее война на Ближнем Востоке. Война, это, конечно, риск. Пока там войны нет, но есть уже какие-то очень, ну, я имею в виду, в масштабе всего региона. Но все последние события в Саудовской Аравии, это, конечно, ну, как минимум повод задуматься и пытаться понять, что же там такое происходит. И, конечно, самый негативный сценарий для всех, это случаи, когда, допустим, два риска реализуются и доложатся друг на друга. Ну, это может быть, например, предположим, что завтра Саудовская Аравия все успокаивается, остаются только первые две проблемы. Это случаи, когда, например, цены на нефть падают из-за замедления китайской экономики или, там, лопнет кредитный пузырь в Китае, да, то есть одно повлечет за собой проблемы для другого. Все взаимосвязано, естественно, такое не исключено. Ну, по порядку. Первое. Вот картинка, которую я тоже очень люблю показывать. Это корпоративный долг к ВВП. Корпоративный долг к ВВП в некоторых странах. Тоже за достаточно длинный период времени, с 90-го года. Первое. Вот этот пик, он принадлежит Японии. Это известный эпизод в японской, да, финансовой истории, когда в 80-е годы, там, дували, дували накачивали пузырь. И в учебниках по экономической истории, ну, это прям вот классический пример. Сначала пишут про тюльпаны в Голландии, а дальше про Японию в 80-е годы. Пример, который приводит, это то, что земля под дворцом императора в Японии стоила дороже, чем вся земля штата Калифорния в этот момент, да. То есть настолько были раздуты активы. Пузырь лопнул. До сих пор Япония испытывает очень серьезные экономические проблемы. Сначала было одно потерянное десятилетие, потом второе потерянное десятилетие. Так до сих пор непонятно, как с экономикой разобраться. Второе, это, ну, вот здесь он на примере Южной Кореи приведен, это азиатский финансовый кризис. На самом деле начинался он в Мексике, потом в Юго-Восточной Азии, не только там в Южной Корее, но и в 98-м году докатился до наших стран. Но, тем не менее, здесь, да, неважно, чей корпоративный долг строить, на самом деле, и чей вообще совокупный долг строить, та же Южная Корея хороший иллюстративный пример. Закончилось все очень печально, хотя масштаб накопленного долга тогда был таким уж существенным. И вот Китай сегодня. Вот это та вещь, конечно, очевидно, да, тут не нужно, наверное, как-то избыточно вклятываться в график, чтобы понять, что на нем изображено. Феноменальная корпоративная нагрузка, долговая нагрузка, огромная монетизация долга, в принципе, монетизация экономики очень высокая. Что будет, когда это лопнет? Оно лопнет раньше или позже? Можно только догадываться. Но, вот, коллеги пытаются привлекать Китаю, там, негативное экономическое будущее уже достаточно долго. Пока закрыт счет движения капитала в Китае, четко какой-то тайминг рассказывает, это бесполезно. Просто нужно понимать, что это огромный пузырь. И, конечно, когда произойдет, так сказать, его разрыв, это ощутит на себе вся мировая экономика. Второй момент. Это нефть. Но, вот, с нефтью тоже очень интересная история, очень интересная ситуация. Здесь я привел только тот же один график. График из аналитического исследования группы ГРОК, ЛОНК и ЛИТЛ. Вообще, мы все обычно, когда про нефть что-нибудь читаем, мы первое, что берем, это исследование BP. BP Energy Outlook. Вот, кстати, он тут процитирован. Это стандарт индустрии. Это то, на что все ссылаются в прогнозах в анализе рынка нефти. Здесь мы задаемся вот каким вопросом. Вспомним историю. В 1973-1979 годы на нефтяном рынке были такими шоками. Это и были нефтяные шоки. Не складывались отношения у Соединенных Штатов и поставщиков с Ближнего Востока. И цены на нефть резко выросли. Они достигли тогда 40 долларов за баррель в тех ценах к концу 70-х годов. Это поставило перед развитыми странами очень важный вопрос. Если мы не контролируем цены на нефть, есть ли возможны вот такие всплески, давайте что-нибудь придумаем, чтобы наша политика стала более энергоэффективной, чтобы нам не нужно было зависеть от поставок, а имеющиеся ресурсы мы использовали бы более эффективно. В результате это привело к заметному снижению спроса на нефть на 5 миллионов примерно баррелей в сутки. К 86-му году цены на нефть упали примерно до 8 долларов 40. И для Советского Союза, конечно, были определенные последствия. Но что более важно, в принципе, для рынка нефти, это был очень серьезный структурный перелом. Что мы имеем сейчас? Сейчас в мировой экономике, да, конечно, все синхронно растут. Но посмотрите, как растут развивающиеся страны. Вот есть известная, да, там, аббревиатура BRIC или BRICS, кому как нравится. Это якобы лидеры роста, это те, кто действительно до кризиса 2008 года рост быстрее мировой экономики. Насколько сейчас растут все эти страны? Ну, к китайской статистике всегда много вопросов. Россия растет в хорошем случае процента на 2. Бразилия растет в хорошем случае процента на 2. Индия, ну, может быть, чуть больше, да, действительно, но там очень специфическая экономика. Южная Африка тоже в лучшем случае 2. Ну и так далее. Мы уже не в том мире, где все развивающиеся страны с более-менее хорошим потенциалом растут, там, на 7-8% в год. Цены на нефть растущие. Теперь уже перед развивающимися странами ставят ряд вопросов. Кроме того, в том же Китае это и специфическая проблема, есть еще и экологические вызовы, да. И в чем-то это похоже как раз на начало 80-х. А почему бы нам не придумать какую-то политику, которая была бы более энергоэффективной? То есть нам разумнее расходовать имеющиеся ресурсы. Это вполне конкретные вещи. Это стимулирование покупок электромобилей, да, там меньше налогий. Это, ну, вот все, что связано с потреблением текущим в развивающихся странах, сейчас тоже можно длинный список придумывать. Если мы предположим, что ситуация будет развиваться таким образом, можно получить, в принципе, вот из просто текущих существующих планов тоже предполагаемое снижение спроса. И тоже миллионов на 5 баррелей на горизонте 5 лет. Конечно, в условиях сланцевого сектора у вас падающие спросы. С другой стороны, у вас есть предложение сланцевых компаний. Конечно, для рынка нефти это создает определенные сложности. Сейчас, вот так, с точки зрения нескольких лет, мы, может быть, даже в таком хорошо прогнозируемом периоде, да, потому что сланцевики быстро приходят на рынок, быстро уходят с рынка. Упадет спрос, они уйдут с рынка, цены там стабилизируются. Но потенциалы для роста существенного долгосрочного цен на нефть, вот, определенно не видно. И при наличии двух таких балансирующих сил, с одной стороны, очень гибкое предложение сланцевой нефти, с другой стороны, не очень стабильный и не очень такой понятный спрос, конечно, мы могли бы предположить, ну, что цены на нефть равновесные постепенно будут сползать все ниже. Я должен, опять же, себя исправить, вот в этом году, например, ну, как исправить, отдернуть. В этом году, например, рост спроса на нефть больше, чем прогнозировано. То есть, действительно, там были опасения по поводу Китая, опасения по поводу Индии. И, ну, прогноз на начало года был, практически у всех агентств, это прирост спроса где-то миллион баррелей, миллион, миллион, двести тысяч баррелей в сутки. По факту мы сейчас идем со скоростью уже прирост спроса где-то миллион, пятьсот, миллион, шестьсот тысяч баррелей в сутки. То есть, это, ну, значительно больше, чем ожидали. И, тем не менее, как риск, как фактор, о котором следует помнить, я бы вот на эти вещи, конечно, обращал внимание, потому что, так сказать, прогресс не развернешь, вспять, сланцевая нефть, это балансирующий игрок, это уже признанный факт. Теперь вопрос, что будет со спросом развивающихся стран. И мне кажется, что при медленно растущей экономике, раньше или позже, они попытаются как-то побалансировать, вот так сказать, структуру издержек именно через нефть. Ну и третий момент, это новая история, это все то, что происходит сейчас в Саудовской Аравии. Я не политолог, я не, вот у нас есть Александр Кориевский, он ведет программу «Геоэкономика», не геоэкономист, не геополитик. Но Александр Кориевский, на самом деле, я вот так с ним разговаривал по этому вопросу, он тоже особенно не понимает до конца, как выглядит структура взаимосвязи всех сейчас на Ближнем Востоке. Я напомню, что произошло, да, но самое последнее событие, это один день, это был понедельник, если я не ошибаюсь, прошлой неделе, когда один саудовский приз внезапно разбился на вертолете на границе Емена, второго застрелили в гостинице Риц, и еще там сколько-то их арестовали, ну, еще на десятки, в принципе, всего сотрудников государственного аппарата арестовали несколько сотен. Кто-то говорит, что это внутренние дела Саудовской Аравии, я с этим, конечно, радикально не согласен, потому что помимо падающих принцев, когда у вас там, да, там «Игры престолов», два принца в сутки, все, сгейнули. Помимо этого, ведь есть еще несколько всяких любопытных фактов. Вертолет упал на границе с Емена, это раз. Если мы чуть-чуть назад отмотаем, еще буквально неделю-две, премьер-министр Ливана прилетел в Саудовскую Аравию и обратно уже не улетел. Его встретили там определенные люди около самолета, и он оставил пост, сделал телезаявление, сказал, что все хорошо, но я останусь в Саудовской Аравии. Еще раньше, да, вот эта вся непонятная заварушка с Катаром, разрыв дипломатических отношений внезапный, явно под эгидой опять же Саудовской Аравии и так далее. В общем, процессов там очень много. До конца распутать этот клубок, мне кажется, практически невозможно. Сиюминутную реакцию мы видим. Это опять же цены на нефть. Цены на нефть, которые резко выросли. Там появилась геополитическая премия. Мы давно про нее все забыли, она вот вдруг возникла. Но посмотрите, как ведет себя рынок. Во-первых, растет только краткосрочные контракты на нефть, то есть ближайшие фьючерсы, да, с нефть поставками через год, полтора-два, как стоило, 55-58, так там и болтается. Второе, этот рост цен на нефть не привел к ожидаемому эффекту, не привел к укреплению рубля. Практически не растут акции нефтяных компаний. Падают облигации солнцевиков, как будто там цены на нефть никуда не двинулись. Руководитель Саводовской Аравии процессы могут пойти намного быстрее. И какая-то серьезная... То есть, сейчас еще два слова скажу из своих домыслов и соображений. Еще раз повторюсь, я экономист, а не я, не геополитик. Но понятно же, что если проблема касается Ливана, значит, как-то там участвует Хизбалла. Если как-то в этом конфликте есть Хизбалла, тогда там в любом случае как-то появится Израиль раньше или позже. Что из этого всего супа получится? Вот мне вообще очень сложно представить. Что делят, я не знаю. Но то, что вот этот пожар на Ближнем Востоке, он пока только разгорается, а дальше будет хуже, я вот практически не сомневаюсь. Повторюсь еще раз, следствие, когда у вас цены на нефть растут из-за геополитической премии, это история, которая мало поможет активам, связанным с нефтью. Да, рубль будет падать медленнее, чем, например, турецкая лира. Но не нужно думать, что такой рост цен на нефть непременно приведет к каким-то позитивным событиям на рынках. Наоборот, когда цены на нефть растут не из-за спроса, не из-за предложения, а из-за какого-то конфликта или сиюминутных проблем с предложением. Это, как правило, плохо для мировой экономики, в конечном итоге плохо для роста и негативно сказывается на развивающихся странах. Поэтому я бы вот этот риск, опять же, учитывал, он уже начинает материализоваться. И я бы не говорил, что цены на нефть, даже если они уйдут куда-нибудь за 70 долларов за баррель, теперь этого уже исключать нельзя, что это будет какое-то благо для наших активов. Ну и вот перейдем, собственно, к российскому рынку. Как у нас там со временем? Я не перебираю пока. Нормально? Позвольте, посмотрю. Да. Вообще перебираю, конечно, радикально. Россия. Буквально несколько слов. Давайте я перелистну даже этот слайд и перейдем к некоторым конкретным проблемам. Ну, во-первых, у нас в России есть давнишняя банка, которую все любят рассказывать, что ставки Центрального банка высокие, длинных денег нет, значит, экономика из-за этого задыхается, нужно снизить ставки, раздать всем деньги, и все будет хорошо. Значит, вот после кризиса 2014-2016 года мы, наконец-то, получили более-менее хорошо работающую кредитно-денежную политику. И, в принципе, ну, меня удивило, насколько хорошо справились с фискальной политикой, не расширили дефицит бюджета, не увеличили расходы. Значит, у нас в системе банковской, в принципе, с точки зрения экономики, происходит свое внутреннее количество смягчения. Что такое количество смягчения с точки зрения банков, банковского сектора? Это когда у вас растут денежные остатки банков на каких-то счетах, ну, например, на счетах в Центральном банке. Это касается практически всех систем. Вот, к сожалению, повторюсь, слайд куда-то у меня улетучился. Но мы видим, что остатки рублей коммерческих банков на счетах в Центральном банке устойчиво росли. У нас это количество смягчения как происходит? Вот в Штатах Федрезерв окупает облигации. У Федрезерва оказывается облигация, а кому-то Федрезерв отдает доллары. В системе появился свежий доллар. У нас Минфин продает валюту резервы Центральному банку. В результате резервы оказываются у Центрального банка, а в банковской системе появляются рубли. Поэтому вот у нас есть свое собственное такое внутреннее количество смягчения. Вы видите это на рублевых ставках, они падают, падают и падают. Второй момент. Наша банковская система перешла в состояние профицита рублевой ликвидности. А после, так сказать, спасения и открытия этот профицит еще и резко вырос, составляет 2 триллиона рубли. Это опять же, не вдаваясь, так сказать, во всю терминологию, это повод говорить о том, что рублей в нашей системе очень много и ставки рублевые, скорее всего, долгое время останутся низкими. Я, наверное, сразу про ставки-то говорю. И посмотрите, как чувствует себя наш долговой рынок, да, наши ОФЗ. Вот мы редко смотрим на эти картинки, а надо было бы. Красная линия – это доходность десятилетних рублевых облигаций. Зеленая – это доходность южноафриканских. Фиолетовая – турецких. То есть везде начались уже такие нормальные, конкретные, вполне распродажи. Мы пока стоим, как скала. Да, на рынке ОФЗ была какая-то коррекция, ну, знаете, через лупу ее можно было рассмотреть. Рублей много, нефть дорогая, геополитические риски уже в цене. Вот мы получаем ситуацию, когда нас практически обходит стороной вот эта волна. Останется ли рынок ОФЗ таким же сильным? Ну, конечно, коррекции могут быть. Я думаю, что даже не вот такие, как сейчас, по всему рынку. У нас главный риск – это американские санкции, я думаю, мы про них еще поговорим. Но фундаментально, а мы ведь инвесторы, нам нужно понимать, что фундаментально. А фундаментально у нас супернизкая инфляция и огромное количество рублей, которые куда-то нужно инвестировать. Поэтому, конечно, ОФЗ – это тот рынок, который мне по-прежнему очень нравится. И несмотря на глобально переоцененные облигации в мире и вопросы практически по всем активам, вот ОФЗ – это тот сегмент рынка, который пока еще до своей фундаментальной стоимости явно не дошел. И если здесь будет коррекция, конечно, мне, вот, например, как инвестору, это будет очень интересно. Продолжение следует...